да кстати вопрос был еще один я поняла ничего не говорила одна из участниц спросила меня про беру ли я оплату с родителей за концерты концерты ребята это то что держит участников на плаву если вы своих учеников держите порознь то это будет постоянно рассыпаться либо это не будет рассыпаться только благодаря какой-то ну ну очень большой энергии педагога то есть для того чтобы каждого родителя держать в сильных руках требуется большая энергия вот его постоянно как-то провоцируют они же постоянно на вакейшнах там ну это палосе должно работать программа должна быть интересна все должно быть очень интенсивно я это могу сейчас делать мне даже меньше концерты уже не нужны я люблю белку белую ну я я сделаю конце потому что они нужны детям но мне они уже как бы не нужны я их вот вот столько наелась вот и самый легкий путь как вы же частнику это через концерты их нужно делать каждые три месяца даже вот пойдите какой-нибудь детский садик заберите своих частников там восемь человек 8 человек детский садик детки будут рады каждую из ребенка подготовить чтобы он был одет айнстань сиди пожалуйста вот так слушай меня понимаете на концертах что снимаете вы можете сделать самый первый концерт у меня был в здании какого-то там просто вот у меня человек ученик там живет и где-то где-то там в бейсменте там помещение зал есть куда может там за борди паре делась какой-то из моих учеников принес digital piano это было конечно кошмар ребята вы бы наверно там по-моему даже выкладывал это видео губная рассказать какой кошмар да я сама сказал какой кошмар но тем не менее пришло ну не знаю человек на 35 и по моему я с каждым за по 5 долларов чтобы снять то помещение но стоило может не за 25 долларов я купила может быть тортик а может не купила а может купила я не помню ну как-то это было дешево и среди то но я сразу увидел что это работать что меня поразило на первом самом примитивном концерте то что вдруг родители увидели сколько у меня очень умеет момент я не подготовила там всех учеников но может пришло может быть 12 например 15 12 вот и это уже как бы у каждого ученика 2 родители получается умножает 12 24 до плюс сами ученики вот ну кто-то пришел один родитель туда с бабушкой туда бабушка но очень короче пришло какое-то там 40 человек и они стали вот так вот знаете разговаривать а какая красивая замечательная красивая любимая виктория наша виктория те люди которые не влюблен не врубали что я любимая они тут вдруг внезапно поняли что я любимая понимаете в этот момент срабатывает стадный инстинкт они начинают понимать как нам повезло что у нас такая замечательная виктория и там же детки которые уже на уровень выше ой олечка посмотри там марина играет оказывается у виктория может учить тебя на таком уровне нужно обязательно поставить эту лестнику что вот это первый там тю 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 потом вторые такие ах и такая выходит там уже принцесса уже там четвертый уровень например вот и все я взяла по пять долларов ну грубо говоря я может быть то есть я купила все свои траты если заплатила за здание там за это помещение там может быть 25 плюс тортик я не я не помню ну может быть там в карман положила 20 потом значит я пошла в бостоне ну как в любом другом городе много библиотек в каких-то библиотеках есть рояль и в каких-то нету каких-то можно снимать рояль каких-то нельзя ну я уже знаю каких можно что я уже везде поездила спросила можно позвонить можно email послать можно снять из помещения вот и все там есть такое расписание ты открываешь списание находишь обычно в субботу воскресенье подходит 4 дня 12 дня ну я обычно брала в два в три в четыре не больше не после четырех вот библиотеки стоят дороже чем бейсменты в зданиях библиотеки стоит например 80 долларов то есть ты платишь 80 долларов я решила что эти все монотонные концерты по два часа мне лично не нужны море каждый ребенок играет 30 секунд да ну положа руку на сердце что он там играет много нет и даже если поставлю там 30 человек или 20 все равно будет концерт ну как бы нужно сделать не так чтобы ребенок играл долго для меня факт чтобы он вышел поклонился сыграл отлично пьесу отлично поклонился и ушел все не нужно бы он каждый играл пять своих пьес зачем играть 5 пьес ну если прямо ну вот просто потрясающе 5 пьес хорошо дам 3 хорошо я добрая по одной песни мальчик и имя пьеса имя пьеса имя пьеса я даже в начале писали для того чтобы поразить своих людей я оставила их по возрастам 5 5 5 6 6 6 7 7 7 а потом я пошла другим путем если у меня ребенок хорошо занимался его было всего 5 лет но уже играл в этом уровень я его ставила номер восемь то есть получается я оставила их по уровням примерно ты пришел только что и начал заниматься тебе восемь лет 4 8 лет начинаешь его концерт то есть ты восемь то есть ты самый первый а потом где-нибудь будет пятилетка который уже играет лучше тебя то есть я по я ставил их по по трудностям то есть получается дети сидели могли постарше сидеть с маленькими потом маленькие сидели с теми которые постарше но если ты занимаешься много тысяч четырех лет начал то шесть лет ты уже каком-то там номер двенадцать если у меня девочка одна шла и было там семь лет она уже была двенадцатый по счету 12 получается ты уже как бы very good вот так и вот значит я снимаю помещение концерт длится сам ну 30 минут 45 минут не бой никакой не час нет я до концерта отрабатывают момент выхода никто не выходит не смотрит на меня забывает что сказать до автоматизма вот сижу и вышел зашел вы прямо встали в стенки иди поклонись начало выйти hi my name is marian i'm five years old on 12 years old i'm going to play such and such song бау села руки положила миссисипи миссисипи 3 миссисипи подняла сыграла руки подняла обязательно радуга чук чук как дельфинчик никто не садится лапы знаешь бьет руки сюда спинка прямая подорона кверху нырнула обязательно если забыла руки вот так снять если так вот кинула опять к стене опять сначала и вот такая муж мужтра каждый ребенка мужа из какой-то момента может быть на третий концерт его даже нет потому что то есть он уже знает выходит четко причем вот так вот вперед и главное дальше микрофоном я не пользовалась никогда микрофона звук идет прямо туда в аудиторию my name is пока он не скажет my name is четко он не сядет играть что никто не поймет как его зовут как его зовут а что он сказал и такой шипа 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 же тебя за тишина в студии да тебе нужно тишина короче они четко 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 вот я всегда нахожусь рядом если что-то там какое-то там я вот вижу по губам по ресницам своего ученика что-то там не то я выйду я я с ним подойду я с ним поклонюсь скорость концерта будет всегда одинаково никаких замедлений то есть я по количеству ученика могу сказать сколько длится концерт двадцать восемь минут тридцать две минуты дальше первые там четыре минуты обязательно я говорю спич я ненавижу спич вы вы думаете будет думать как это виктория на нас просто болтушка я ненавижу стоять на сцене и разговаривать своими родителями для меня это торча для меня это я я все равно что сказать что я вот сейчас говорю потому что мне легко быть но когда я выхожу на публику и вы стою перед ними я понимаю что их нужно поблагодарить что они пришли сказать что я очень рада видеть и что у нас замечательные дети и что мы делаем праздник и всем вам спасибо и объяснить последователь концерта или смысл концерта халуин или что или крисмас и рассказать какие-то новые ученики потому что если они ходят на регулярные концерты тоже какие-то количество учеников они себя если ты играешь очень классно тебя запомнит абсолютно сто процентов вот сто процентов тебя родители заболен вот приходят новенькие они не боятся вписаться я их за бантик поднимаю это света это джейкоб да вот и и удаляюсь и концерт зовут сами дети я ничего не говорю играет петя нет петя выходит и год я играю меня зовут петя я не пять лет я играю зайчика да я играю джаз я играю я играю крисмасом вот и быстро я сажаю стульчик они сидят в стульчик 1 2 3 я прям по списку сажаю вот весь список они вот например в ряду 4 что до 1 2 3 4 следующий 5 6 7 здесь не могут сидеть с родителями я не собираюсь смотреть а вот василий петрович вот ваш мальчик я не бегу я сижу на концерте а то это есть отслабленной и паровозе так тук 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 если стулья может поставить плотно в ряду вокруг это они вот так вокруг ряду сидят то есть родители сидят отдельно детей деда сидят близко ко мне и у себя и есть у них option после как она это знали пойти к родителям в пройдет сидят вот виде ко мне вы знаете 98 процентов не уходит то что я сижу с детьми и я могу каждому подойти там не не знаю, пощупать, ой, какие волосики, ой, какое платье. Я подойду к каждому и делаю тактильный, так сказать, вариант. То есть они хотят, чтобы я их коснулась. Я не буду ходить по родителям, искать их там в глубине зала. Они остаются там, где я сижу. То есть они сыграли и возвращаются туда. Вот. У каждого из них я делала программки. Такие симпатичные бумажки находила. И там, значит, номер один делала разные шрифты, детские имена, цифры, там, 8, 12. Они видели, все дети читают. И они прям видят имена своих друзей, кто играет, возраст, пьесы. Они сидят, изучают. Ммм, Вивальди, ммм, подходит. Вот. И каждый раз, каждый раз кланяться обязательно шквал аплодисментов. У меня вообще нет понятия такого, что ошибся или там заборол пьесу. Вообще нет такого понятия. Вообще. То есть, ну, во-первых, я стою на один стрём. Если что-то подойдет, я подыграю. Даже если маленькие дети, ну, явно ошибаются, то я сыграю так свою партию, что даже непонятно, где-то ошибка была. Не все же знают эти пьесы. Родители вообще не знают, что там они играют. Сыграл и сыграл. Все. Вот. И после концерта, как только они, последний человек сыграет, я выхожу опять на сцену, опять говорю, супер концерт. Грандиозный успех. Я так горжусь вами. Кейк тайм. И мы идем кушать. В это время стоит отдельный стол. Вот так, заваленный игрушками. И там нужно такое примитивное. Ну, в одной коробочке человечки, в другой, там, не знаю, стиральные резинки. В третьем могут быть детские камеры. Вот так, видишь, видишь. Короче, это вид Нью-Йорка. Вот. И дети подходят. Каждый из них получает, например, по два подарка. Они приходят со своими сиблингсами, которые еще не занимаются. Но из-за того, что эти сиблингсы пришли, и дети получают подарки, верно, берите из-за одной из своих сиблингсов, то они хотят ко мне прийти в студию. Потому что я просто, ну, просто какая-то волшебница. Я даю им столько подарков, что они, ну, а можно, я тоже пойду заниматься. Кто-то приведет. А можно я приведу свою подружку, она очень хочет власть на концерт? Можно. И подружка тоже получает. Я когда покупаю подарки, например, у меня 20 человек играет, я куплю 40 подарков. Если я дарю по два подарка, например, 20 человек играет, я куплю там, 20 нужно два, потому что каждый из них получает по два, да, подарка. Ну, разные, но все равно какие-то, должно быть 40. Я здесь куплю 80. Я куплю 100. Я куплю, пусть уже останется экстра, пусть останется экстра, но никто не должен уйти без подарка. Вот, дальше. Что касается, да, и потом, значит, обязательно, ну, там, арбуз, может быть, два кейка, вода, ну, просто для огромной фляги с водой, да, пластиковые стаканчики, скатерть. Скатерть потом сворачиваем, выкидываем в вону. Я ничем этим не занимаюсь. Я говорю, я очень, ребята, благодарна вам. Единственная просьба, единственная просьба, я вся уже устала. Кто-нибудь может все это организовать? Кидаются куча мам, режут с тортики, раздают. Я просто сижу, как, знаете, как гад фата, вот так вот. Она, конечно, такая счастливая. И они ко мне подходят, лепят, фотографироваться можно, можно. Те родители, которые не понимали, кто я, если они никогда не были у меня на концерте, после этого концерта они понимают, что я звезда. То есть ко мне нужно теперь вот так вот подходить мисс Виктория. Потому что я звезда, я та вот гадость, которая все... Гадость – это не гадость, а гадость – это богиня. Та гадость, которая, как бы, такое чудо свершила, что я вошла в их жизнь. Поэтому после этого никто не скажет пойти, типа... Я прихожу, когда, да, кофе. Мы для вас приготовили утром печенье. Ваше любимое, я знаю, что вам нравится с олмонд. Я знаю, что вы не пьете милк. Мы вам покупаем олмонд в милк. У нас для вас специальные тапочки купили, там, какие-то мягенькие, с ушками, да. То есть я прихожу у них дома. Мои тапочки для меня, которые только я одеваю. Моя любимая чашечка, понимаете. Вот после этих концертов, то, что было вот тогда, это было еще до концертов. Дальше. Что касается денег. Я брала, например, я 80 долларов отдавала за здание, ну, за библиотеку, так? Ну, тортики, ну, я помню, я заказывала и в итальянских ресторанах, и в португальских вот этих вот кейки. Вот. Ну, сколько стоит? Ну, 30 долларов кейк. Ну, куплю я два небольших, ну, 40, да? Ну, вода. Сколько стоит вода? Вода. Скатин. Еда у нас называется доллар сто один доллар. Все стоит один доллар. Покупают. Там классные вещи. Я вот с сыном приезжаю, говорю, о, это, это, это. Но дети же просто, им же не важно, стоит это там 40 долларов или стоит это один доллар. Для них это просто как, просто как ерунда. Там зубы гуляют. Вот. Понимаете, то есть о них, то есть покупайте то, что в ваших ресурсах. Вот. Ну, я помню примерно, как бы, я знаю себя, я, значит, 80 долларов на библиотеку, там, 40-60 долларов на тортики. Вот эти все конфетки, все эти всякие. Я, помню, ездила в какие-то музыкальные магазины, находила магнитики. Я ездила там закладки для книг музыкальные. То есть у меня были разные тематики. У меня были хэллоуиновские тематики. У меня были слаймовские тематики. Но я тратила, ну, может быть, я не знаю, ну, может быть, 100 долларов на подарки. В общем, в итоге все это уходило, например, в сумму 200 долларов, так, вот все, да. Ну, примерно, ну, 200, ну, 210, так. За концерт, получается, с каждого ребенка, который заходил на концерт, с каждого, играет он или не играет, неважно, выступает он или не выступает, пришел подруг, ребенок стоил, по-моему, 10 долларов. Ну, как вот вы, вот ваш ребенок идет в кино. Я как кино, я кинотеатр. Вы приходите ко мне, и вы даете, каждый ребенок, заходя в кинотеатр, неважно, как бы, сидит он на первом ряду, в втором, неважно, платит 10 долларов. Каждый взрослый платит мне 15. То есть получается 15 с каждого взрослого, бабушка, дедушка, на инвалидной коляске, либо здоровой, все платят 15 долларов. Если дети, по-моему, до трех лет я ничего не брала, ну, то есть, которые там, ну, сиси кушают бесплатно. Вот, получается, с одной семьи, даже если они приходят, просто папа и ребенок, это 15 и 10, 25 долларов. Это вот с одного ребенка я уже имела 25 долларов. Но в итоге концерты были такими потрясающими, ну, реально я давала такие выигрышные пьесы, и видео были потрясающие. Эти видео потом рассылались у кого-то родители в Израиле, у кого-то родители и бабушки в России, у кого-то в Германии, во Франции. Ну, то есть, все нужно было поставить красивое платье. И приходило много людей. Приходили по пять человек. Прямо моя мама говорила, что пришла футбольная команда. И началось, наверное, с того, что я собирала, наверное, ну, не знаю, может быть, вначале с людей, может быть, 500 долларов, потом 600, потом 700, потом 800. Просто за один, ну, полтора часа. Вот, получается, 30 минут концерт, но еще там 45 минут, шарики погоняем, и все. И уже все чисто. Я даже ничего не собираю. Они уже выкинули арбуз. Этот тортик сами разобрали, что я не хочу этих тортиков домой таскать. Они еще потом где-то в машине вывалятся. Вот, и все, 800 долларов мои. Это мои заслуженные 800 долларов. По-моему, может быть, я какой-то раз уже даже до 1000 доходила. Потому что уже огромная толпа была там. Ну, то есть, реально много человек приходило. Приходили тети, приходили дяди, приходили соседи. Ну, скажешь, каждый платит не так уже много. 15 долларов, это кино дороже стоит сходить. А я же круче, чем кино. Кино – это просто пассивное времяпрепровождение. Тут происходит событие, которое оповергает всю семью просто в состояние шока. Потом, значит, я, значит, после этих библиотек я решила их до библиотеки как бы забить. Потому что, ну, уже библиотека, библиотека, как бы весь библиотека. Да, ну, уровень детский. Я пошла, по-моему, в какие-то еврейские центры. Там круче были. То есть, реально какая-то красивая атмосфера. Там такие кресловые красивые. Сити-холлы шикарные. Два сити-холла просто, ну, какой-то просто как музей. Очень красивые nursing homes. Дома для престарелых. Реально. То есть, такие дома, что... Причем, знаете, набирают толпу этих престарелых. И они такие благодарные-преблагодарные. Они так любят детей. Правда, некоторые из них так... И уже заснули. Вивалты, да? Спринг. Вот. Так что... Так, что еще? Ну, и вот самое, как бы, самое вот... Я к чему шла-шла-шла. Я нашла сцену. Вот для меня очень важно, чтобы ребенок поднялся раз, два, три по ступеньке. И была сцена, которая отгораживала всех остальных вот сидеть внизу, как в яме. Я нашла эту сцену в колледже, в консерватории. Я снимала эту сцену. По-моему, она стоила... Сцена была, ну, может быть... По-моему, там... Я не могу сказать. Либо 250, либо 500. Ну, грубо говоря, я бы оставляла и отдавала бы из своих денег, либо треть за ренту, либо половину денег. Но это в любом случае окупалось... Ну, я свои денег не клала, получается, за все деньги, которые собирала. Они потом окупали все. Но это был эффект потрясающий. Да вы что? Это просто было как Карнеги-хол. То есть это реальный концерт детей, которых в Карнеги-хол не попал. Но это очень было профессионально. Там была и съемка. То есть я снимала это все профессионально. Выкладывала на веб-сайт. Родители были очень довольны. Что касается, как я брала деньги с родителей. Эта система работает очень проблематично. Дело в том, что до конца я не знала, сколько человек будет играть. Например, 25-го числа концерт. Подготовить же нужно. И пойдут только те, которые готовы. Я не хочу выходить с теми людьми, которые меня, грубо говоря, опозорят. То есть идут те, которые реально хорошо выступят. И мое тело, мое имя будет лететь к звездам. Поэтому я до конца проверяла. Если он выходит и кланится быстро, и выходит, и все, он релайбл, я его ставлю. Если он где-то там заплетается, давай подождем, там через три месяца будет другой концерт. То есть, ну, в принципе, да, много очень играла учеников. Вот, так я бы собирала буквально еще, почему в последний момент? Потому что в начале родители говорят, ну, я еще не знаю, кто придет. Ну, в начале говорят, ну, я приду. Потом, а вдруг у папы там сабота не получится? В последний момент у него планы меняются, он придет. Потом бабушка с дедушкой, ох, они тоже подсуетились, приехали. Потом соседи. Получается, если они постоянно будут оплачивать, я буду путаться. Я лучше соберу их деньги прямо в последние три дня. То есть, я не беру их в начале месяца как заплату за месяц. Я беру именно перед самым концертом. Я думаю поставить эту чашку, чтобы они туда клали. Но я абсолютно вам сто процентов говорю, что будут обманы. Это вот сто процентов. То есть, если вы думаете, что каждый, он может даже не заметить чашку. Он может забыть. У него может быть не быть кэши. У него может быть не быть этих денег, понимаете? У него может быть не быть сдачи. Поэтому не поставьте чашки. Поставьте, да, просто включите это, либо пусть он дадит, даст вам отдельный чек. Вышит вам PayPal, как угодно. Но эту сумму нужно описать каждому человеку. Если, например, пошел концерт, я потом на фотографии увижу лишних людей, те, которые не заплатили. Я начинаю думать, что делать? Знаете, этот рот, как он... Не могу сказать, понимаете? Я не могу говорить, что вот вы не заплатили. А что сказать? Вы знаете, раскрыла рот. Ну, действительно, раскрыла. Если я вкладываюсь, и вы пришли, вы пришли в кинотеатр, вы должны заплатить деньги. Я потом пишу. Я вот не уверена... Я не говорю, что вы не заплатили. Я пишу такое. Я вот не уверена, что вы... Сколько вы меня заплатили? Как-то так вот. Как-то так вот. Они говорят, а, да-да, у нас еще пришли там двое дедушек. Мы вышли. То есть, если даже один человек пришел лишний, я все равно писала... Прошло три дня. Смотрю на фотографии. Ну, проходит время, я смотрю на фотографии. Проверяю, как все это выставить на веб-сайте. Я все время на всем сижу. Вижу несколько человек. Я выписываю часть семьи. Я еще думаю, с кем он сидел. Я же не знаю, с кем он пришел. Чем дедушка, да? Ну, и потом методом вопросов. Я говорю, Мария, а ты приходила с папой, с бабушкой? Нет, еще был дедушка. А, значит, это ее дедушка. Бывает, они, дедушки приезжают на волчья, а сидят отдельно. Ну, вот. И потом я спрашиваю, вот это был ваш дедушка? Да, ну, как бы... Некоторым уже прямо говорил, что, как бы, вы не заплатили за дедушку. Вот. И, как бы, вот так... Правда, сформировал, что каждый пришел, каждый заплатил. Потому что я вся отдаюсь своей работе. И я ожидаю, как бы, ну, как, чтобы мои правила следовали. Вот. И все это очень... Вот это все, вот это все, это как купол частного бизнеса. Мне кажется, без этого купола не так, не так будет... Вот, все будет расползаться. Знаете, как тесто, потому что постоянно будет подгребать, подгребать, и она опять ползется. Вот. У меня почему этот купол уже стоит? Потому что у меня есть экзаменационная система. И в этой экзаменационной системе она так плотно сжимает мозги детей, и, как бы, карманы родителей, что это уже работает. Но, вот, не знаю, в следующем году, когда он начнется, в следующий год, я думаю, уже, наверное, откроют какие-то там... Я, правда, не знаю, с этими масками. Я не представляю, что пришли родители с этими масками сидели. Дети с этими масками выходят. Это какой-то ужас. Я, честно говоря, не знаю. Поэтому меня это все бесит, так, с этими масками. Вот. Но, да. С одной стороны, для меня это постоянное головное бой. Где эти тортики заказать? Потому что одни и те же я не хочу. Вот. Потом организация этих родителей, чтобы они все... Ну, я пишу, значит, подходит ли такое-то число. Если большинство отвечает, да, это день мы дома, мы дома, мы дома. Я спрашиваю, особенно у тех учеников, которых я хочу, чтобы они выступили, а не дома, дома, дома. Потом я общаюсь с администрацией этого зала, вот. У них тоже плотный график, очень много графика. То есть вписаться вот своим графиком уже в созданный, уже тот, который заранее спланируется, да, тоже сложно. То есть это главная боль. Другое дело, сижу дома, ничего не делаю, экзамены идут, понимаете. Так что я советую начать в этом направлении двигаться, да, брать деньги с каждого человека. Переступил зал, даже если зашел на... У меня был... Я зашел, а потом по работе вышел. Ты зашел. Вот дверь открыл и зашел. Ты послушал своего ученика, своего сына и вышел. Заплатил деньги. Как бы... Ты не можешь зайти, постоять до своего ребенка и вышел, типа, я не платил. Нет, так. Я устроила праздник в вашей семье. Вы получили от меня фотографии. Ваш ребенок был звездой. Вот это все стоит деньги. Если вы не хотите концерт, значит, вы не приходите на мой концерт. То есть мои концерты стали такими желаемыми, что в какой-то момент я могла даже тянуть какие-то, знаете, проводочки за счет родителей. Те, которые там как-то там, что-то там как-то себя вели. Я говорю, вы не идете на концерт. Вы там, не знаю, у вас был вакейшн прямо перед концертом. Я же говорила, нельзя ехать. Ваш ребенок не сыграет. Вот видите, он сейчас рассыпался. Он не идет на концерт. Так что, да, концерт – это мое лицо. Для меня очень важно, что мое лицо было как бы приятным и веселым, и радостным, чтобы всем хорошо. То есть на моем концерте дети не плачут. Бывает такое, что ребенок придет на концерт, и вдруг он такой весь в ступор войдет. Я его, он у меня на программке стоит. Я его назову, что он там, Анжелика, да. Но она может не пойти. Я всем говорю, что если что-то случится, такой вот ступор, да, мы не идем на сцену в ступоре. Да ради бога, мы прыгаем через тебя, идем дальше. Ты можешь потом прийти после концерта. Даже бывают детки, которые концерт закончился, они потом к консерту подходят. Было, может быть, два раза за всю историю, как я с концертами выступаю, было таких двое детей, которые в ступор вошли, и все. Было, может быть, двое детей, которые, я такой, мама, ну, мама и выходит уже с ними садиться. Вот, ну, 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 просто один процент из, не знаю, из девяносто, что-то такое, что-то было. В основном детки бегут, бегут, для них остается огромный позитивный опыт, позитивный. Потом они выступают перед родителями, в школах, для них это всегда фан. Вот, кто-то по памяти, кто-то без памяти, ну, то есть по нотам. Вот, я всегда хвалю. Я помню, после моих концертов в России, учитель мог даже сказать, ну, что-то, типа, меня, ну, что-то там на парол. Ну, да, я не таких слов не говорю. Вот так встаем, как ненормально, просто хлопаю бешено, глаза горят, как тарелки. Вот, и, да. Ну, в общем, все, я заканчиваю.